Дмитрий приветствую вас. Добрый. Как у вас там бомбят? Ну бомбят. А что у вас показывают? Ну говорят там наступления идут. Наши вроде наступают. Ваши наступают? Да. А куда наступают? А у вас что там? Ну там в районе. В районе этого самого Лимана. В районе Краматорска. Что-то такое. Ну. Не знаю. Куда они там наступают. По традиции. Я должен спросить. Разговор будет записан и опубликован. Слушайте. Мне за это может потом по башке влететь. Да ничего вам за это не будет. Ну никому еще за это ничего не было. Ну от слова совсем. Ну мы за это... Ну на некоторые вопросы я могу не отвечать. Так а по идее по сути это же вы хотели что-то рассказать. Мне вот интересно что. Не. Дело в том что... Как бы там уже отпала эта тема. То есть... Дмитрий. Там такой вопрос. Там последний обмен был. Ну. Там последний... Подожди. Давай на ты. Какая тема отпала? Цветы вручить? Нет. Цветы. Дело в том то что... Цветы я все-таки не теряю надежды вручить. А это с помощью. Мне просто никак физически не перевести деньги. Вот что. А не нужно переводить деньги. Я куплю цветы. Я покажу видео как я их вручаю нашему медику. Люди не знают о том. Давайте проговорим с самого начала. Да. То есть... Представьтесь еще раз пожалуйста. Петр Рябцев. Петр Рябцев. Когда вас поменяли? Сейчас скажу. Это в октябре. В октябре. В октябре вас поменяли. С какой просьбой вы ко мне обратились? Ну я хотел все-таки это самое. Попросить... Это самое... Ну как-то перевести деньги для того, чтобы... Отблагодарить пани Оксану. Которая работает медиком. Которая вынашивает наших ребят. Это самое. Как он в плену. Да. Ну для всех подписчиков говорю. По сути... Петр обратился с вопросом. Как можно перевести деньги для того, чтобы... Я купил цветы и передал их пани Оксане. Правильно? От ребят, от которых она лечила, лечит. И я думаю, там будет лечить. То есть естественно, человек с большой буквы медик. Она действительно... То есть она не за страх, а за совесть. Так, в принципе, это все дело. Да. И при этом вы обещали рассказать что-то интересное. Чего вы и не рассказали на интервью. Ну да. И вот то, что я не всю жизнь дальнобойщиком проработаю. Ну это я знаю. А еще что знаете? Ну смотрите, мы же не на аукционе. Не в этом. Мне же интересно, как и людям услышать это из первых уст. Я могу знать много чего. Могу догадываться о многом чем. Соцсети, они работают. И поверьте, мы перед тем, как берем интервью с кем-то, если есть время, то мы по возможности пробуем что-нибудь узнать. Чтобы потом это что-нибудь спросить. Вы проводите работу, да. То есть будем называть это еще своими именами. То есть для... В принципе, это ваша работа. Так сказать. Если не то пошло. То есть вы выполняете свою работу. Вы берете... Ну, собираете какое-то досье на человека. Если собираетесь с ним пообщаться. Если есть такая возможность, то действительно... Ну это как бы какой... Ну есть термин такой синт. Это поиск информации из открытых источников. Ну да, да. Да, ну как бы... Ну не суть. Так что все-таки, что вы хотите... То есть смотрите. Наша сделка, еще раз проговариваю. Я куплю цветы. Какие цветы купить? Можете сказать модель? Ну там породу? Я не знаю, какие нравятся ей. Я думаю, у вас есть возможность узнать, что все-таки ей будет приятно, что ей там... Допустим, если она не любит гвоздики, то ей нет смысла дарить гвоздики. Я-то у нее узнать не могу, какие цветы ей нравятся. Вот в чем дело. А у вас такая возможность, я насколько знаю, есть. Ну я поинтересуюсь, сколько штук? Ну всякое нечетное. Не, ну это понятно. Ну давайте количество определим все-таки. Ну я не знаю, хотя бы штуки три там я в принципе... Да не, ну каких три штуки? Ну там... Три это... Ну это позор какой-то. Я даже... Мне будет стыдно. Ну на ваше усмотрение, давайте так. Хорошо, на мое усмотрение. Конфет пленным тоже купить, да? Да, если будет такая возможность. Я думаю, что будет возможность разрешать им передать. По курицу я думаю, что вряд ли, да? Я спрошу. То есть... Я спрашивал... Мне сказали, что порешаем. Вот как-то так это было. Понятно. Ну в общем, в принципе... Я вам не досказал то, что я в свое время как-то работал. Это в структурах МВД. То есть очень... Я знаю это. Ну и... Вы были в Сине, да? В Федеральной службе исполнения наказаний? Нет. Нет? А где? Да я же крушу. Я был в том месте, где... Количество полковников, генералов зашкаливает. Ну что вы делали? Вы охраняли что-то? Какой-то объект? Нет, там все просто. Я на продуктовой машине возил продукты, так сказать, со склада в эту организацию. Вот и все. Серьезная война. У меня другой вопрос. Мне больше интересно поговорить. Поменялось ли у вас какие-то мысли? Вот до войны, во время войны, потом плен, потом после войны. Ну знаете, что я вам хочу сказать? Я считаю, что все-таки как бы сесть за стол переговоров, сесть за стол переговоров нашим президентам надо. И чем быстрее, тем лучше, потому что, во-первых, с вашей стороны большие потери, с нашей стороны большие потери. Это нам не надо. Нам всем не надо. То есть именно надо садиться за стол переговоров. То есть как-то договариваться о мире. На каких условиях? Ну я ошибка там не сильный политик-то. То есть как бы я думаю, что договориться-то можно. Договориться в любом случае. Лучше, знаете, как поговорка, лучше худой мир, чем добрая война. Поверьте мне. Ключевой вопрос, на каких условиях? У нас одно условие, оно не поменялось. Понятно, но хотя бы даже сесть за стол переговоров, это уже начало, понимаете? Тяжело садиться за стол переговоров с террористами. Вы же были сами... Ну не скажите, во-первых... Стоп, подожди, давайте сразу... Давайте сразу разбираться... Давайте сразу разбираться по пунктам. Кто обстреливает мирные города и инфраструктуру? Ну не знаю, по новостям я сейчас не знаю. То есть, ну, Петь, или мы будем говорить откровенно и на чистоту, или мы не будем говорить, потому что... Я не знаю, кто обстреливает. Я знаю, что вы знаете, кто обстреливает. Я знаю, что вы слышали... Я знаю, что вы слышали эти взрывы. Сами слышали? Ну, взрывы слышал. Допустим, когда я был в Красном Лимане, то довольно-таки ваши очень хорошо работали по этой самой, по инфраструктуре. Я говорю про обстрелы ракетами стратегическими, всякими там кинжалами, калибрами, С-300. Я говорю про бомбежки мирных городов. Которые от линии фронта... Да, я понял. Сколько говорят по новостям, что это уничтожение складов, то есть, как бы, с боеприпасами вашими, то есть, как бы, уничтожение, там, боевой техники, которая находится непосредственно в близости с этим самым, как его, с живыми зонами, то есть, как бы... Ну, вроде как, наши говорят, то есть, как бы, что бьют все точечно, то есть, как бы, уничтожение, там, нервных, там, никого... Ну, как-то сказать... Ну, как бы, потери, как таковые, минимальные. То есть, как бы... Вы были в интернете, скажем так, где-нибудь? Какие вы сейчас новости смотрите? Я сейчас... Ну, я в основном только телевизор включаю для звука, то есть, как бы, и этот самый... И какой канал по телевизору идет? Ну, ты могу сейчас переключить, я не знаю, сейчас у нас идет... Сейчас посмотрим, может, где новости есть. Вот, первый, 24, Россия, у меня канал. Ну, вы смотрите, вы продолжаете заниматься той же самой херней, что и до войны. Вы, как, извините за выражение, губка, в которую вливают помои, и вы начинаете мне рассказывать... Дмитрий, ну, зачем это самое? Говори, что я херню и страдаю. Я сейчас на данный момент это самое... Как бы, я занимаюсь больше собой, чем, допустим, влезу в политику или как-то пытаюсь узнать, что там происходит на фронте. Меня, кстати, вот больше всего все-таки интересует такой вопрос на данный момент о выдаче тел, это самое, обмене тел ребят, которые, то есть, как бы, лежат там, гниют у вас на полях, и на обмен ваших, так сказать, убитых пацанов, обмене ребят, которые у вас находятся в плену, и ваши, которые находятся в плену, чтобы они побыстрее вернулись домой. Вот это вот мне главное. Да вы это ничего сделать не можете. Давайте вернемся к вопросу... Смотрите, давайте вернемся к... Ну, то есть, я хочу для себя понять. Я разговариваю с каким-то поменявшимся человеком или с таким же, как и был? Если вы мне рассказываете... Если вы мне продолжаете, будете продолжать рассказывать, что расисты бомбят базы в мирных городах и военных в мирных городах, то, о чем может идти речь. На электростанциях много военных сидит? Ну, нет. Электростанция, это считается, как бы... Вот, погромче сейчас сделаю. За последние несколько дней поступило около 100 украинских боевиков с диагнозом обморожения. Тему продолжит Евгений Чешковец. Не слышно, да, вам новости? Порядка сотни бойцов ВСУ с обморожениями. 40% потребовалась ампутация конечности. Это только то, что просочилось через информационный железный занавес. А сколько еще замерзло за видну нынку? Выключайте звук. Выключайте звук в телевизоре. Вы увидели прикол один? Вы увидели один прикол? Нет. Вам показали картинку, где нету снега даже. Вы видели прогноз погоды? Сколько сейчас градусов на улице? Нет, нет. Прикиньте, я вам... Хотите, я вам расскажу одну тайну? Такую жесткую. Ну... Минус 2 сейчас. Минус 2 и в хорошем ветре, поверьте мне, можно получить обморожение довольно-таки очень хорошее. Ну зачем вы пробуете придумать то, чего не может быть? Ну вы что, реально верите в тому, что вам только что вылили по телевизору, что 40 человек... Сколько там мы сказали? 40 человек, которым ампутировали что-то? А? 100 человек. Не ампутация, а именно с обморожениями. Ну это ж бред. Это чушь. Ну это ж бред. Минус 2 на улице. Человек при минус 2, с ним ничего не случится. Конечно, если он голый выйдет, то возможно что-то будет. Ну вы взрослый человек или нет? Вы верите всему бреду? Ну да, просто... Логично, да, минус 2 там, к примеру. Ну если, допустим, лежать в полях месяцами, там, допустим, лежать в окопах... Так это вы лежите месяцами в окопах. У нас ротации происходят. У нас 3 часа или 5 часов на передке, ротация на следующих. Ну, вот так это происходит. Это вас кидают, как мясо. И не меняют без еды. Ну как? Ну вот так вот оно и живет. 100 бойцов в ССУ с обморожениями и у половины ампутировали конечности. Минус 2 на улице. Вы что, на приколе там все? Ну как это может быть? Ну, с одной стороны, да. В принципе, если так вот логически подумать, то при минус 2, в принципе, такие обморожения получить, это, допустим, минус, допустим, 10, сильный ветер и открытая конечность, то да, это реальная возможность получить. То есть, как бы... А теперь скажите мне, будет ли какой-то идиот с оголенной конечностью, без обуви, без ничего при минус 10 стоять на улице, чтобы обмерзнуть? Ну, я думаю, что нет. Ну, так логично. Итого, что вам рассказывают по телевизору? Рассказывают, ну... Не знаю. Ну, так а почему вы боитесь назвать то, что есть? А если мы... Это в Киеве минус 2, а на южном направлении там реально плюс 4, плюс 5? Обморожение при плюс 5. Очень прикольно. Ну, Митрий, ну я обязательно замониторю это дело. У вас есть рядом компьютер? А? Компьютер есть рядом? Ну, не, компьютер сгорел я через телефон. Не, ну, просто у меня этот... Я бы посмотрел, сколько сейчас градусов. Ну, мы понимаем, что до минус 15 обморожение получить, по сути, невозможно. Кроме умышленного. Раздеться, выйти и стоять. Согласны? Ну... Да, согласен. Ну... А вам рассказ... А вам... Сказать, что обморожение-то не такое идет там, допустим, ледяное. Есть их несколько разных видов. Я не... Потому что можно заснуть. Заснуть, допустим. У тебя... У меня, допустим... Как это объяснить? Петя. 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 Речь идет о 100 человеках. 100 человек заснуло? Вы же понимаете, что это бред. Не, ну... Заснул, допустим, там раз, одеяло соскочило. Там рука оказалась. Это самое. Ну, в неподвижном состоянии. Там в течение часа лежит. Там при минус двух, допустим. То... Ничего не будет. Реально можно... Ничего не будет. Потому что человек будет в перчатке спать. Если ему будет холодно, он интуитивно закроет руку. Спрячет ее под одеяло. Ну, вы же человек. Вы же такой же, как и другой. Вам, если холодно, что вы делаете? Вы укрываетесь. Зачем вы пробуете придумать какую-то дичь? Ну, в принципе, да. Ну, нафига. Ну, нафига. Сто человек забыло укрыться, и им потом половине ампутировали ноги? Потому что они во сне не чувствовали, что им холодно? Нет, они никому не ампутировали. Просто это самое, так сказать... Там же говорилось, что ампутации были из-за обморожения. Это же я не придумал. Ладно, давайте вернемся к... Я все-таки готов, чтобы сели за стол переговоров. Я понимаю, что мы, конечно, в политике не ахти, хотя у вас там два высших образования. Стоп, подождите, подождите. Почему вы считаете, что я в политике не ахти? Ну, вы же там ничего не сделаете. Вы не депутат, не это самое, не президент, не этот. И что? Знаете, в чем разница между вами и нами? В том, что у нас можно собираться на митинги, можно выходить и можно протестовать. У вас даже одиночные пикеты запрещены. И в политике я разбираюсь, потому что еще до войны у нас был блок, и мы ходили на кучу акций протеста, разбирали политиков всяких. Я в политике разбираюсь. Почему? Да, вы даете оценку тому, чего не знаете. Не, ну, опять же, за стол переговоров, я считаю, это самый оптимальный вариант для закончания этой войны. В любом случае. То есть, сначала... За стол переговоров... Хотя бы просто они сблизились и встретились. Смотрите, с террористами не садятся за стол переговоров. Вы страна, представитель страны террориста, которая уничтожает критическую инфраструктуру, уничтожает электростанции, ТЭЦы, ГЭСы. Ну, Дмитрий, а ваше видение тогда какое будет? Мы вас разобьем, и вы капитулируете. Что сейчас успешно происходит? Ну, давайте по географии посмотрим. То есть, как бы... Отлично все здесь. Знаете, что я Украину проезжал, это самое, Украину проезжал буквально за сутки на машине. Ну, не за сутки. И что? За несколько часов в Украину проезжал. Россию до Байкала, от Питера до Байкала, и я ехал полмесяца. Ну, как нас разбить-то, я вспомогу. Хотите, я вам открою небольшую тайну? От Питера до Байкала тупо нету военных. Ваших. Такая фигня. Ну, не знаю. Мне, допустим, как рядолому пехотинцу, это... Ну, в принципе, никто это не скажет. Да нам не нужна территория. Мы разобьем вас изнутри. Как вы этого понять не можете? Нам не нужна ваша... Ваша это непаханная, неосвоенная земля, которую вы не можете освоить даже. Нам она не нужна. Опять же, по комментариям, то есть я вам говорил, я вам рассказывал. То есть, допустим, ну, если Санкт-Петербург и Московская область это еще как-то так через поле как бы вспахано, то, поверьте мне, где-то Псков, Новгород, потом этот самый, ну, все вот эти вот регионы, которые центральные, то есть они там все буквально вспаханы, перепаханы. Да нам не надо, Петя, вы не туда опять идете. Нам не нужна ваша земля. Вы взорветесь внутри, и будет 50 республик. БНР, МНР, там, ЛНР, Ленинградская народная республика. Вот что будет в краткосрочной перспективе. Ну, Дмитрий, давайте сделаем так. Я, в принципе, да, это грешно спорить, то есть, как бы, ну, я вам хочу сказать, что история нас рассудит, по сути. То есть, как бы, единственным фактом, то есть, которым я могу сейчас прикрыться, так как я человек все-таки с тремя церковно-приходной школы, так сказать, классами образования, то есть, как бы, ну, насколько я это все вижу, то, в принципе, по сути, будем посмотреть, что дальше будет. Какое у вас образование? У меня средне-специальное. Средне-специальное. По какой теме? Автослесарь. Автослесарь. Смотрите, у меня три высших образования. Три? Вы же говорили два. Три? Ну, три. Три. А, три, да? Да. А какие есть ингредиенты, Дмитрий? Инженер. Экономист. Менеджмент. И юридическое. Ну, вот юридическое очень сильное образование, я хочу сказать. У меня с отличием юридическое. Красный диплом. А у вас еще в Украине учились или где-то, куда-то ездили учиться? Не, в Украине. А какая разница, где учиться? Нет, просто дело в том, что, как сказать, некие институты, насколько я знаю, несут некие свои оттенки. Ну, я так понимаю, юридическое образование мы получали в Украине. Да. Ну, это потому что, как бы, смысла нет ехать, получать юридическое образование в какую-нибудь другую страну, да? Хотя бы там ближнее зарубежье. Вот так вот. Не, ну, если ты хочешь стать юристом-международником, едь, получай в Англию себе где-то. А, ну, это не для нас, не для простых смертных, так сказать. Во-первых, она там очень дорого стоит, а во-вторых... Ну, и все равно, что это меняет? То есть, мы с вами... То есть, ну, какая разница, сколько у меня образований? Есть люди, у которых по 10 образований, они без ошибок писать не умеют. И наоборот. Ну, это можно сказать, как бы, каламбур. У нас есть люди с двумя высшими образованиями работают в Яндекс.Такси. Ну, так, чисто логически. Причем, я, кстати, один пример такой знаю. Ну, это не суть. Смотрите, возвращаемся. Меня интересует вопрос. Вы шли воевать. С какими идеями вы шли? Я говорю, я хотел посмотреть изнутри. То есть, как бы, что действительно на вашей стороне происходит. То есть, как бы, по новостям... Отлично, отлично. Да, да. Вот смотрите, новости. Вы как раз включили прикольный эпизод с новостями. Совпало то, что вы смотрели по новостям и то, что вы увидели в Украине? Слушайте, не совсем, конечно, совпало. Потому что... Как сказать... Кто-то за Россию, а кто-то против России. То есть, вот на этих спорных территориях. В общем, дело. На каких спорных территориях? Нет вообще никаких спорных территорий. Ну, у меня нет энергии, энергии. Есть территория Украины, есть вы, которые пришли в 2014 году, напали. Не-не-не. В 2014 году мы нападали. Боже упаси, я не смотри. Да вы напали в 2014 году. В 2014 году? Зашли... Спецоперация, она была, по-моему... Сейчас скажу, когда у нас объявлена. Она была объявлена у нас весною. 2022 года. Спецобасрация ваша была объявлена 24 февраля 2022 года. По сути, 11 месяцев назад. А до этого, в 2014 году, вы отжали Крым и зашли в Донецкую и Луганскую области. Такими одиозными фамилиями были Стрелков, Моторола, Пушилины всякие. Это расисты, которые зашли в 2014 году под девизом «Русская весна». Начали пробовать прорубить... Цель была создание вот этих там ЛНРа, ДНРа, ХНРа, МНРа. Ну, насколько я понимаю, они же уроженцы все-таки этих самых... То есть они как бы там не коренные, а россияне... Коренные россияне. Коренные россияне. Стрелков, он же Гиркин. Стрелков, он же Гиркин. Он полковник ФСБ. Вот я этими людьми вообще как-то не интересовался. Потому что вам это не рассказывают, потому что это неудобная правда. Вам рассказывают про 100 обмороженных солдат на улице минус 2. У меня, знаете, больше всего там, знаете, есть новости, которые там мимо ушей пролетают, да, там, ну, что-то рассказывают. А есть вот, которые новости, да, действительно задевают. У меня заделала такая новость, что вы своего соотечественника, памятника Александра Матросова взяли и снесли в ноль. То есть как бы вот этот вопрос. Уже, в принципе, тогда это самый 41-45 он уже воевал именно за Украину. Я признаюсь честно, я не знаю, что там с этим памятником произошло. Снесли, даже видео вы у нас показывали, как его сносили. Какое вам дело до того, какие мы памятники сносим и что мы делаем у себя? У вас это что, то, что у вас у самих города без отопления, про это говорить не надо? Вы показываете, как у нас в Украине снесли какой-то памятник? Какое вам дело до наших памятников? Нет, 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 это исключительно новость, которая меня задела. Вам лично какое дело до памятника? Ну, не знаю, все-таки это же памятник. Пойдете второй раз, приходите второй раз, поосвобождайте за памятник кого-нибудь. Давайте вернемся к вашим ожиданиям. Вы хотели убедиться своими глазами. Нацистов вы видели в Украине? Ну, лично я нет. Лично почему-то никто из всех 500 человек, с которыми мы поговорили, никто не видел. Ущемление русского языка вы видели? Не, ну как, почему? Вспомните, был такой Паша, это самый, его брали, то есть как бы наемники, и они с ним разговаривали через гугл-переводчик, если не ошибаюсь. Ну, и что? Это добровольцы, которые приехали и по контракту воюют на стороне ЗСУ. У нас официально это можно. У нас официально можно приехать, подписать контракт с вооруженными силами, получать зарплату и идти воевать. Ну, то же самое Вагнер, да, то есть далеко ходить не будет. Вообще не то же самое. Вагнер, это зэки. Что значит то же самое? Вы что, на приколе? Ну, там не только зэки, там я хочу сказать за Вагнеровца, то есть как бы там начиная от романтиков, заканчивая. У вас наемничество запрещено официально, у вас не может этого быть по закону. У вас наемничество карается уголовным кодексом. А освобождать зэков, убийц и отправлять их в другую страну, это вообще в голову не налазит. У нас другая ситуация, у нас официально есть конкурсы, процедура. Любой желающий может прийти, записаться, пройти все процедуры проверки и воевать на стороне нашей. Разницу чувствуете? Ну, это поверьте мне, это я так же могу, то же самое там допустим итальянский, французский легион устроится. То есть как бы понимаете, это как бы всемирная практика, если на то пошло. То есть, если я понимаю, о чем мы сейчас говорим. Мы говорим... Опять же, я могу и с вами заключить контракт, да, к примеру? То есть, как бы пойти... Мы говорим... Смотрите, мы говорим про... Что вы пришли в Украину проверить, совпадает ли то, что показывают вам по телевизору с действительностью. Нацистов вы не видели, вы видели людей, которые не говорят на русском и украинском языке. Ну, есть такие, и что с этим? Это у нас официально и законно. Что еще... Ну, что еще... Что еще вас удивило? Ну, все, которые солдаты, которых я там видел, то есть, и военные, они все выходцы с Украины. Ну, что с этим не так? То есть, они, да, там, идейные ребята, то есть, они, да, сражаются там за свою родину. Ну, что с этим не так? Ну, так, логично. Да, ну, это мы говорим, то есть, только про, скажем, про, так сказать, вашу сторону. То есть, как бы, а есть еще ребята-украинцы, которые сражаются на стороне ЛНР, ДНР. Да нету такого ЛНР, ДНР. Это люди, которых погнали, как скот. Мы же про это с вами говорили на интервью. Я имею в виду коренных жителей там Украины, которые там с Хирсу... С вами сидели ЛНРовцы, ДНРовцы. Сильно они хотели воевать? Которых ловили на улице и давали автоматы, и идите, погибайте. Ну, у них призыв, то есть, как бы, я так понимаю. У вас тоже призыв? Ну, у нас мобилизация, то есть, ну, тоже самый призыв, да? Да. Что вы, ну, хорошо, давай... Не будем скрывать, то есть, как бы, у вас тоже идет мобилизация, то есть, как бы, у вас тоже, как бы, то есть, мобилизируют ребята туда на передовую. Ну, да, и что? Ну, и что в этом не так? Ну, у нас война, у нас война, вы на нас напали. Петя, Петя, ощущаешь разницу? Мобилизация для защиты и мобилизация для нападения. Разница какая-то есть? Просто даже в пониманиях. Тебя мобилизовали и отправили нападать за идеи, которых ты не знаешь. И ты же не знаешь, что ты делал. Ну, назови мне хоть один факт того, что подтвердилось, то, что было по телевизору и то, что ты увидел. Вот хоть один факт назови. Что подтвердилось из того, что вам вливали в уши, ты, придя в Украину, что ты увидел? Разрушенные города, что я там увидел. Показывали это по телевизору у вас? У нас каждый день крутят показывать. А кто их разрушил? Свечку не держал, честно. Знаете, я до сих пор сейчас в сомнении. Второй, конечно, раз я что-то не собираюсь к вам туда в гости. В каком ты сомнении? В сомнении чего? Кто разрушил города? Да. Кто Мариуполь стер? Кто Бахмут стирает с лица земли? Знаете, что я вам хочу сказать, Дмитрий? Дело в том, что, во-первых, у войны лица нет. То есть многие даже, даже где-то 98% ни вы, ни я, ни никто не узнаем, то есть как бы, что на самом деле. Зачем вы говорите то, чему не знаете? Нет, я вам просто расскажу это самое. Я общался с парнишкой, который тоже был в плену. Ну, это вот когда нас поменяли в автобусе этот самый. Он рассказывал такую историю про то, как один парень взял и спас, ну, буквально, на самом деле, взял и спас украинского солдата и попал в плен. То есть, как бы, Игорь, это, в изоляторе, говорит, приходит, он с балаклавой, там, на него туда-сюда, и это самое, ну, говорит, лица не видит. И, говорит, приносит ему пакет конфет. Говорит, спасибо тебе, друг. То есть, понимаете, вы о чем делаете? Я в эту большую политику, откровенно говоря, мне смысла некую. Лезть, да и возраст уже не тот. Я за то, чтобы все-таки, ну, то есть, как бы, какой-то худенький мир, но все-таки был. Опять же, все-таки, я... Петь, мы идем... Петь, 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 мы идем в никуда. Петь, мы идем в никуда. Это разговор может продолжаться еще 10 часов, и ни к чему не придем. У меня есть, по сути, там, два простых вопроса, конкретных. Что из того, что вам крутили по телевизору, вы увидели в Украине? Что подтвердилось? Это первый вопрос. Так, а второй какой? А давайте вначале первый. На второй сразу же отвечу. Нет. Потому что первый что-то я... Даже сейчас вот... Так, в принципе... Ну, я говорю, вот что, разрушенные дома там, ну... Кстати, мирные жители... Я вам намекну, я вам намекну, до 24-го числа жил себе город Мариуполь. Вы можете зайти на наш канал, вы ж подписаны на него? На ютубчике. По-моему, да. Зайти и посмотреть. Там был ролик. Буквально 20-го... На ютубе-то меня нету. А, на ютубе... Слушайте, надо посмотреть. Потому что... Посмотрите. И там есть ролик, где Вова, по-моему, 20-го февраля ходит по Мариуполю. По мирному, чистому Мариуполю. Не разбомбленному. А потом происходит 24-го февраля. И вы его уничтожаете. Вот когда вы ответите для себя на вопрос, почему до 24-го февраля Харьков был целый и не обстрелянный. Ничего не происходило. А с 24-го... Посмотрите ролик на канале. Северная Салтовка. Я на дроне летал там, лично. Уничтоженный целый район. Спальный район. Харькова. Градами. Из Белгородской области. Потому что оно достает. Почему до 24-го этого не было ничего? Ну, хочу сказать, что я был в Белгородске. Туда тоже от вас прилетает. Да и отлично, что прилетает. Ну, и отлично. И будет прилетать дальше. И в Москву скоро будет прилетать. Что значит прилетает? Конечно, прилетает. То есть, вы как хотели, что? Вам можно стрелять, а нам нельзя? Вы что, на приколе? Ну, нет. Почему на приколе, Дмитрий? Ну, так зачем вы говорите? Да, кстати, в Белгородской области тоже прилетает. Еще и будет прилетать, поверьте мне. И будет прилетать дальше. И в Ростов будет прилетать. И в Курск будет прилетать. Везде, куда дотянутся, везде будет прилетать. Тоже прилетает. Тоже прилетает. До 24 февраля не прилетало ни разу, ничего, никуда, на территорию Рашки. А тут вы такой, тоже прилетает. Ну, так что подтвердилось? Вы можете мне ответить? Потому что мы можем до утра сидеть, разговаривать, но мне действительно нет на это время. Подтвердилось, что у вас там идет масштабная война. Супер. Дальше. Кто начал эту войну? С какого года начнем? Давайте. До 24 числа вы же не интересовались политикой? И ездили себе на машинке, никого не трогали, рубили бабки. Если бы вас не забрали права, и не вручили повестку, и не погнали, так бы вы и ездили себе дальше. Правильно? Правильно. Поэтому давайте говорить с 24 февраля. Что произошло с 24 февраля? По нашему уже разумению, спецоперации на Украине. Да, на русском языке. Ваш придурок решил повоевать. Когда закончилась ваша армия контрактная, он взял таких, как вы, суперобученных военных, и отправил умирать. Вам повезло, вы попали в плен. Дмитрий, Дмитрий, огромная просьба. Вы же все-таки человек с тремя высшими образованиями. Ну, вы как-то держите себя в руках. А почему я себя должен держать в руках? Вы, 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 держать себя в... У меня тоже, как бы, ну, то есть там многое накипело, и могу... То есть же, как бы... Держать себя в руках в каком отношении? Не называть вашего царя придурком? Не, 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 просто не выражаться. Почему? Я не сказал ни одного мата. Я сам, ну, вот... Я ни одного мата не сказал. То, что вашему пенсионеру, который правит вами, сколько лет? А я вот, кстати, не знаю. А вот, кстати, я знаю. Почему я знаю, а вы не знаете. Что ваш царь там уже 22 года правит вами. Это называется... Ну, он не царь, он президент Российской Федерации. Нет, он царь, а вы рабы. Он царь, а вы рабы. Это называется узурпация власти и называется авторитарный режим. Известны вам такие слова? А этот самый, как вам... Не тоталитарный режим. Авторитарный. Я сказал не тоталитарный. Ну, пусть будет тоталитарный. Авторитарный. Авторитарный режим. А я делал в том, что я даже не знаю назначение этого слова. Пусть будет тоталитарный. Ну, что какой тоталитарный режим, тоже без понятия. Видите, разница чуть-чуть сказывается. На одну букву, я думаю, разница там большая все-таки. Да, если вам будет интересно, вы поинтересуетесь потом. Да, ну, и того, что мы имеем в сухом остатке? Вы подтвердили себе, что здесь у нас война. Да? Полноценная. Эту войну развязал ваш царь. Это тоже достоверно доказанный факт. 23-го числа он объявил о начале спецобосрации. Да, спецобосрация началась. И она реально обосралась. Потому что Киев за три дня получилась в 11 месяцев мясорубки. Где закончились ваши военные и отправили вас. Что еще подтвердилось? Ну, я считаю, то, что сейчас мы еще обсудили, я думаю, считаю, что это главное. Да, ну, мы это обсудили. Вы хотите какую-то конкретику, вы спрашиваете, то есть, по поводу. Да нет, мы сейчас повторили то, что было на интервью. То есть, я думал, что... Получается, да. Да, получается, да. У вас изменилось отношение после плена, после возвращения? Я вам отвечу на этот вопрос. Нет. Потому что вначале вы сказали, я еще до сих пор не разобрался. Если вам не хватило плена, не хватило войны, не хватило всего, что вы увидели, разобраться, значит, вам уже ничего и не поможет. Ну, как это сказать, Дмитрий? Есть слово... Давайте включим логику. Давайте включим. Я уроженец Украинской Федерации. Я уроженец Российской Федерации. Ну, и что? Ну, так, допустим. Допустим, ну, возьмем две квартиры, соседствующие рядом. Допустим, вы... Частенько бывает такое, что между соседями бывает ссора. То есть, как бы, вот так вот. Ну, уже просто так, чтобы было доходчиво и понятно. Давайте сразу уточнять все... Допустим, из-за коридора. Потому что там, допустим, один сосед выставил в коридор лыжи, то есть, а другой о них спотыкается, да, к примеру? Вот так вот, чисто, бетонтические. Нет. Давайте сразу... Либо убрать эти лыжи, либо чтобы все-таки тот второй сосед обходил их как-то аккуратно. Украина... Украина это какой сосед, которая лыжи поставила в коридоре? Не понял. Украина это какой сосед, которая лыжи поставила в коридоре? Никакой конкретики. Я просто пытаюсь... Ну, давайте, да, на примере, на плохом примере, потому что это неправильный пример. Ну, дальше, и что происходит? Ну, в принципе, я говорю, два варианта. То есть, как бы, либо сосед... То есть, ну, по идее, почему? И они будут драться из-за этих лыж. Один будет упрямо долбить эти лыжи, короче, в коридоре ставить, другой будет упрямо в них спотыкаться, и у них все время будут стычки. Но самое, я считаю, правильное, это им взять пузырь водки, сесть и договориться по поводу этих лыж. Все не так. Смотрите. Все не так. Было две квартиры. Одна однокомнатная, это Украина. Маленькая однокомнатная квартира, в которой жило 40 человек. И вторая, это 50-квартирная. 50-комнатная квартира, где жило 500 человек. Даже не так. Где жило 150 человек, в три раза больше. И в какой-то момент времени чуваки из соседней квартиры, там, где было 150 человек, решили себе отжать вначале коридор в однокомнатной квартире. Это Крым. И у них это получилось. Они просто пришли и сказали, теперь этот коридорчик наш. Тамбур в квартире. Секундочку. Нет. Секундочку. Подождите. Вы дослужили. Подождите. Коридор Общаковский. Да? Вот так вот. Хорошо. Коридор Общаковский. Я говорю про тамбур уже в квартире. Когда уже зашли в квартиру, в однокомнатную. Есть холл в квартире. Вот в 14-м году толпа из 50-комнатной квартиры прибежала и оттяпала себе холл квартиры. Ну, это аналогия Крыма. И сказала, это теперь наше. Мы так решили. Потом, спустя какое-то время, чуваки из квартиры, где было 150 рыл, пошли в однокомнатную маленькую квартиру. Как вы про территорию говорили. Вы видели нашу территорию? И вот вы пошли и думали, что у вас получится нахрапом отжать всю квартиру. Но не получилось. Потому что в той... Я не нужна ваша квартира. А? Ей-богу, поверьте мне, не нужна нам ваша квартира. Тогда что вы нахрен делаете в Украине? Что вы делали, заходя в квартиру с шести направлений? Со всех окон лезли сверху и снизу. Нахрена вам нужна эта квартира, как вы говорите? Ну, что-то вы в нее... Мы можем спросить Владимира Владимировича только. Давайте позвоним вашему царьку. Вы же все боитесь даже позвонить кому-то. Не шайгу. А что вы предлагаете? Бомбу бросить или что? Ну, вы... Вы холопы, вы крестьяне. Вы даже не крестьяне, извините. Ну, вы... Ну, какой будет он и есть, он и будет. То есть, как бы... И вы должны с этим смириться. И вас... В сказке царь прикажет, дураки найдутся. То есть, как бы, давайте так. Этот самый... Да, ваш царь приказал вам, дуракам, идти умирать, и вы, честно, встали и пошли умирать. Нет, потому что вы рабы, а есть царь, который сказал, будет вот так. Мы можем опять ходить долго по кругу. У вас не поменялось ничего. Вы до сих пор не разобрались. Возможно, это отсутствие аналитического склада ума, склада состава ума. Возможно, отсутствие... Да, что бы у меня не было. Возможно, отсутствие базовых знаний, отсутствие исторических каких-то знаний. отсутствие информации и присутствие вашего телевизора, где вам льют в уши, просто полный бред. Не, не, ну, допустим, опять же, вернувшись к этой квартире... Петя, мы... Петя, Петя, смотрите, я не хочу... Десяткомнатная... Десяткомнатная... Давайте так, по истории, по истории, то есть, как бы, Украина, официально Украина стала республикой, там, в 1917 году, по-моему, если не ошибаюсь, петиту... По истории, когда была Украина, у вас еще не было ничего. И Киев старше Москвы, вы это знаете? Ну, это да. Ну, таки, все. Ну, таки, давайте и... По истории... По истории... Петя, по какой нах... Петя, 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 секунду. По истории, вы платили дань татарам. Или кому-то, монголам. Золотая Орда, помните? Помните? Вы всегда были под каблуком... Да, вы всегда были под каблуком. Вас всегда имели все, кому угодно. И вы ложились под них. И это ваша сущность. Ну, вы можете... Ну, я же говорю, тяжело вести беседу с человеком, у которого отсутствует базовая информация. Вы верите тому, что вам вливают из телевизора. Но при этом, когда мы начинаем разбираться с банальными логическими вещами, вы соглашаетесь. Ну, да, логически, если подумать, то при минус 2 100 человек обморозиться не может. Но вам же вливают. И сколько таких, как вы, Петя, услышали эту новость, что 100 боевиков было с обморожениями ампутации. Пол вашей рашки услышал, и, ох, классно. Но только минус 2, Петя. А днем было 0. Петя, вот-вот она жизнь. И вы как сами говорите, ну, да, если логически... Нет, то в Киеве этот самый, это же идет про другую. Прикиньте! Про какую, например? Если мы говорим про Юг, там, где Херсон, то там плюс 5 или плюс 8. Нет, нет, там не про Херсон. Там где-то там, по-моему, в районе Луганской. Прикиньте! Я вам доповедаю, докладываю вам о торгутом. Луганск находится ниже Киева. Он южнее, там теплее. Вам же показали даже на картинке, что там снега нету. Ну, снега нету. И когда вы начали разбираться... Я даже через камеру телефона увидел, что там вам показывают тупо траву, и говорят, обморожение получила куча людей. И вы в это верите. А когда начали разбираться, да, действительно, при минус 2 и 0 обморозиться нельзя. Разве что только самому умышленно выйти и стоять. Я даже не представляю, сколько надо простоять при минус 2 на улице, чтобы обморожение получить. Нисколько. Ну, у меня было... Нет, ну, так вот, чисто я вам даже скажу, что у меня было обморожение пальцев ног при минус 5 обморожении пальцев ног. Я вам хочу сказать, многие у меня довольно-таки хорошо были одеты, то есть, как бы... Я предлагаю заканчивать эту беседу по причине того, что... Я с вашего разрешения резюмирую, чтобы был какой-то логический... Ну, да, давайте подытожим. Подытожим. Вы, Петя, побыли, пошли в Украину проверить, все ли там говорят, как показывают по телевизору. Правильно? Правильно. Как выяснилось, нацистов нету. Ну, правильно, да? Выяснилось, что есть на нашей стороне люди, которые не разговаривают на русском и украинском языке. Ну, есть... Ну, есть... Наемники, да. Да, не наемники, добровольцы. Это разные слова, в принципе. Добровольцы, да. Это разные слова и разные... Добровольцы, я так понимаю, эти, которые, этот самый, какой, они с другой стороны, но они добровольно пошли, то есть, с кого воевать за... Да, их никто не заставил, в отличие от вагнеров и от наемников ваших. Это добровольно люди приехали, вступили в легион, подписали контракт и воюют, получили оружие и воюют, и выполняют приказы, которые приходят там из генштаба нашего или там, я не знаю, откуда. Дальше, что вы увидели? Вы увидели, что здесь полноценная война. При этом мы однозначно разобрались, что до 24-го числа наши города как были целыми, так и были. А с 24-го, когда пришла Рашка, почему-то они все стали превращаться в руины. Правильно? Правильно. Потом вы попали в плен, где вас мучили, пытали, не давали есть. И все так происходило, что вы на своей личной инициативе решили передать деньги в Украину, чтобы отблагодарить врача, который оказывал помощь вашим солдатам. Нет, ну не это самое. Вы уже не мешаете тут общественное с личным, потому что это самое. Мне действительно, она как человек понравилась. Да вопросов нет. Такой плен был плохой, что вы решили отблагодарить военнослужащего чужой армии. Дальше. Вас поменяли. И вы до сих пор не разобрались и не можете разобраться, что происходит. Мне действительно вас жаль. Вас жаль как человека. Нет, Дмитрий, ну пока буду только, можно сказать так, наблюдать. То есть пока буду только наблюдать. Мне действительно вас жаль, как... Мне ничего не остается, поверьте мне. Смотрите, Петя, я попрошу прощения за слова, но мне действительно вас жаль, как человека, если вы в своем возрасте не можете сложить 2 плюс 2 и дать однозначные ответы происходящему. Мне действительно вас жаль. Возможно, это отсутствие знаний, возможно, отсутствие образования, возможно, отсутствие... Это удобно вашему царю. Людей иметь, граждан, которые не могут сложить 2 плюс 2 и свято верят в то, что им вливают с телевизора. Это очень удобно. Этим людям легко сказать, идите умирайте, и они идут и умирают. Мне действительно вас жаль. Вы должны... Ну, вы уже поздно. Вы не сможете разгадать ребус под названием 2022-2023 год. И кто на кого напал. Я как бы все. Было... Я думал, будет намного интереснее. Я даже хотел сделать нарезку с предыдущего интервью. Но не буду этого делать, потому что я в этом, по сути, не вижу смысла. Ясно, Дмитрий. Ну ладно, приятно было с вами пообщаться. Я в чем-то не прав. Если я не прав, апеллируйте ко мне. Ну, я если что-то надумаю, с вами тугим мозгом, я вам отзвонюсь обязательно. Я не говорил тугим... Тугим. Я не говорил этого. Это я сказал. Я сказал, что... Ну, может, это оскорбительно как-то прозвучало или обидно, но мне действительно жаль человека, который... Сколько вам полных лет? 45. 45. Вы старше меня ненамного. Ну, мы, по сути, там, типа, мне 40. Один. Вот сейчас будет. Но... Есть понятие критическое мышление, есть понятие, там, интеллект, и есть понятие сложить 2 плюс 2. Постарайтесь найти время. Постарайтесь найти время. Найдите все-таки силы. Откройте телеграмчик. И найдите 20 каналов в телеграме. Только не своих, там, с буковками Z. Где у вас всегда... Вы же начали разговор с чего? Что ваши там нападают успешно? Ваши бегут успешно отовсюду. Но вам же по телевизору этого никто не скажет. Откройте 10 наших телеграм-каналов и посмотрите. У вас по телевизору укронацисты, боевики обмораживаются и убивают друг друга и сносят памятники. Да всем плевать на эти памятники. Мне так все равно. Хоть все их снесите. Мне они не нужны. Я думаю, что 90% людей точно такого же мнения. Ладно. Добре. Если что, мы и куть пообщаемся. Да, Дмитрий, не теряемся. А, еще вопросик можно? Да. Там это сам... С Росгвардии там ребят 4 человека, да, говорит, осталось? Я не могу вам этого сказать, вы знаете. Понятненько. Они не нужны никому, вы это знаете. Вы это... Понятно, нужны. Вы это знаете, что они никому не нужны. Вот и все. Ладно, добре. Спасибо. Ну, допустим, даже мне нужны. То есть, как бы, может, что-то... Ну, а что вы можете сделать? Не знаю. Ну, скажем, какие приступы я не возьму, то есть, чтобы этих четырех освободить. Ну, хоть как-то что-то можно как-то... Опять же... Делайте, делайте что-то. Идите, идите к им... В их офис Росгвардии и говорите. Заберите своих Росгвардейцев. Мне бы фамилии этих ребят. Я не могу вам этого сказать. Они есть на канале. Найдите время, погуглите, посмотрите. Хорошо. Ладно, Дмитрий, все. Спасибо вам огромное. Да, всего доброго. Ну, конечно, по голове не погладят за то, что я с вами общаюсь. Да ничего вам не будет. Вот в этом же и суть вашего царства. Что вы боитесь. Вы сейчас со мной... У вас в плену было прав и свобод больше, чем у себя там дома. Вы согласны со мной? Согласны. Вас ограничили в передвижении, но у вас прав и свобод было больше. Вы могли говорить о чем хотите. А тут у вас... Вы сидите там у себя. Где вы? В Питере сейчас? Да. Да. Вы сидите и боитесь, что к вам завтра прибегут. Ну, вот, кстати, проверим. А я это не боюсь. Прибегут или не прибегут. Ладно, доброе. Спасибо. Мне надо бежать. Всего доброго, Дмитрий. Да, до свидания. Давай. До свидания. До свидания. Продолжение следует...